Девушки отдыхают Немцы ищут золото Третьего рейха в Польше. Шансы найти золотой поезд уменьшаются. Теракт в Турции. По меньшей мере 50 человек погибли. Около сотни получили различные ранения в результате взрыва, который прогремел в городе Газиантеп. Инцидент произошел во время свадебной церемонии. Теракт в Турции. Государство может стоять за этим нападением. На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Президент Турции Реджип Таип Эрдоган также предположил, что за взрывом стоят боевики исламского государства. Это могло быть актом мести за недавнее возобновление артиллерийских обстрелов через границу позиции ИГИЛ на севере Сирии. Те, кто не может побороть Турцию и пытается провоцировать людей, возбуждая ненависть на этнической и межконфессиональной почве, они не возьмут верх, сказал Эрдоган. Напомним, город Газиантеп находится в 64 километрах от сирийской границы. В Токио неизвестный ранил ножом восьмерых посетителей аквапарка. Инцидент произошел в популярном японском аквапарке Токио Саммерленд, расположенном в пригороде столицы Японии. В полиции говорят, что все пострадавшие девушки в возрасте от 19 до 21 года. В настоящее время они госпитализированы с различными травмами. Информации о нападавшем пока нет. По имеющимся данным, злоумышленник незаметно наносил купающимся девушкам резанные раны. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства случившегося. Один из крупнейших в стране аквапарка в Токио Саммерленд был открыт в 70-м году. Ежедневно его посещают сотни человек, а в выходные дни число посетителей значительно возрастает. Среди его гостей и туристы из разных стран мира. Лидер немецкой правой партии выступила за свободное ношение оружия ФРГ. Фрауке Петри высказалась в поддержку свободного ношения гражданами ФРГ, оружия и средств самообороны после серии нападений в стране в прошлом месяце. По ее словам, все больше людей не чувствуют себя в безопасности. Каждый законопослушный гражданин должен быть в состоянии защитить себя, свою семью и друзей, заявила Петри. Это заявление вызвало бурю критики со стороны политических оппонентов. За радикальные взгляды Петри критиковали и ранее, когда она призывала разрешить полицейским в Германии использовать огнестрельное оружие против нелегальных мигрантов. Но, несмотря на это, партия АФД пользуется возрастающей поддержкой населения в Германии, отчасти из-за кризиса с мигрантами. ФРГ действует одна из самых строгих в Европе систем контроля за оборотом оружия. Для того, чтобы владеть оружием, гражданин ФРГ должен получить лицензию, на которую могут претендовать лица, достигшие совершеннолетия и обосновавшие свою потребность в оружии. В первом полугодии 2016 года ФРГ на 49% выросло количество выданных разрешений на ношение пугачей и газовых баллончиков. Как сообщили в немецком МВД, в настоящее время в Германии выдано более 400 тысяч разрешений на ношение средств самообороны. Разрешение на владение огнестрельным оружием имеют почти 2 миллиона жителей Федеративной Республики. Немецкие производители терпят убытки из-за Brexit. Выход Великобритании из состава ЕС имеет негативные последствия для немецкой компании Opel, которая является частью автомобильного концерна General Motors. В связи с уменьшением объема продаж автомобилей модельного ряда Opel Insignia и Opel Corsa, основным рынком сбыта которых является Великобритания, предприятия в Рюссельхайме и Айзенахе планируют переводить на неполную рабочую неделю. Кроме того, по информации журнала Spiegel, выход Великобритании из состава ЕС отразился на финансовых результатах компании. Если курс фунта к доллару США останется на уровне 1 к 31, убытки концерна General Motors могут составить до 400 миллионов долларов. Это 353 миллиона евро. Исполнилось 10 лет с тех пор, как похищение Наташи Кампуш было в заголовках множества мировых изданий. Тогда она сбежала от человека, которого была вынуждена называть господином целых 8 лет своего плена. Как выяснилось впоследствии, по пути в школу на 10-летнюю Наташу набросился Вольфганг Приклопиль. Все последующие 8 лет он держал ее в подвале под своим домом в окрестностях Вены. Но в августе 2006 года ей удалось сбежать, а ее похититель покончил с собой через несколько часов после ее побега. Все это время Наташа жила в комнате площадью 6 квадратных метров. Похититель соорудил ее под своим гаражом, установил там туалет, подобие душа, кровать и оставлял девочке книги, радио, а иногда и телевизор рассказывали в полиции. В ведомстве также сообщили, что несмотря на свою бледность и слабость, здоровью Наташи после плена ничего не угрожало. За время своего заточения девочка вела дневник. Им не служила туалетная бумага, которую она прятала в коробке. Позже на его основе Наташа Кампуш написала мемуары, которые назвала 3096 дней. В Австрии книга поступила в продажу в 2010 году. В ней она писала, как Приклопиль морил ее голодом, избивал и заставлял убирать ее воду в полуобнаженном виде, называя ее своей рабыней. Он настолько боялся, что полиция сможет найти ДНК доказательства ее присутствия, что неоднократно брил ей голову и сжигал волосы. Из-за подобных зверств девочка несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Сегодня она рада, что жива и наслаждается каждым моментом своей новой жизни. В Феодосии начались учения морских и сухопутных подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа. В море отрабатывались задачи по буксировке судна, терпящего бедствия и тушение пожара на боевом корабле. Также участники учений тренировались в электромагнитной обработке кораблей и восстановлении их технической готовности в море. В ходе сухопутной части манёров отрабатывались эвакуация техники с поля боя, перевозка большого количества материальных средств, метеорологическое обеспечение, массовая заправка техники и авиации с применением современного полевого склада горючего ПСГ-600. Старейшее метро в мире переходит на новый уровень. Начиная с пятницы поезда лондонской подземки будут курсировать по выходным круглосуточно. Пока что на новый режим перешли только две ветки, но вскоре власти планируют ввести его повсеместно. Одним из первых ночных пассажиров стал мэр Лондона Садик Хан. По его словам, благодаря круглосуточной работе метро будет приносить в бюджет города дополнительно 77 миллионов фунтов стерлингов в год. Кроме того, такой режим пойдёт на пользу ночным заведениям Лондона. Им будут пользоваться санитары, врачи, портье, охранники, тусовщики, те, кто возвращается из театра, из ресторана или с концерта. В общем, все. Жителям британской столицы уже много лет обещали перевести подземку на круглосуточный режим работы. Однако это всё время откладывалось, поскольку власти не могли договориться с профсоюзами об уровне оплаты за работу в ночное время. Теперь же им, наконец, удалось достигнуть соглашения. Прекрасно, просто прекрасно. Поезда ходят каждые 10 минут, что оптимально. Это безопасный и удобный способ добраться до дома. Это очень здорово. Мы пошли пропустить по стаканчику после работы, и нам не надо было думать, как мы доберёмся до дома, вызывать такси и так далее. Лондонское метро начало работать в 1863 году. Сейчас оно ежегодно перевозит почти полтора миллиарда пассажиров. В Польше продолжаются поиски так называемого «золотого поезда», который якобы перевозил нацистские сокровища во время отступления гитлеровцев из этой страны. Уже во втором месте, которое было раскопано, не обнаружили ни следов поезда, ни тоннеля. Команда поисковиков опустилась на глубину 6 метров, и по дороге туда обнаружили лишь небольшой фрагмент железнодорожной рельсы. Глубже, с помощью имеющейся техники, копать просто невозможно. Сами искатели приключений уже начали сомневаться в своей уверенности, что поезд существует. Теперь я вижу, что шансы 50 на 50. Мы много работы проделали, перекопали везде, насколько позволяет техника. В понедельник продолжим. Не знаю, насколько глубоко там придётся копать, но в конце концов, только так мы узнаем правду. Петер Коппер, один из руководителей операции, не скрывает своего разочарования. Он сообщил, что его команда проверит ещё одно место, и там будут выполнены скважины. Несмотря на отсутствие результатов, поисковики заявили, что будут бороться и дальше. Работа, имеющая целью найти этот поезд, продолжается со вторника. В них задействовано более 60 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова